Проектная практика, первый курс, тема прогнозирования акций фондового рынка, часть 2, выполняли Беляков Константин Геннадьевич, группа B21514 и Тасумханов Александр Олегович, группа B21534, научный руководитель Иван Владимирович Чудновец. Актуальность. Уже существуют проекты с похожим функционалом, но в основном они все платные и со сложным интерфейсом. Наш проект актуален. Человек не будет тратить много времени на то, чтобы разобраться, как работает сайт, так как наш проект направлен на удобство использования. В наши дни быть финансово независимым хочет каждый, но мало кто знает, как начать инвестировать. Наш проект поможет вам с этим. Основные цели проекта Первая цель – разработать сервис, позволяющий новичкам в сфере акций, давать выгодные вложения средств в фондовый рынок с наибольшим процентом роста и минимальным риском. Также, иногда даже опытные трейдеры совершают ошибки на рынке акций, так как человек не машина. Благодаря нашему сервису, все люди, от полных новичков до профессионалов в этой сфере, смогут вложить свои средства в акции с наибольшим потенциалом роста, по мнению нашего искусственного интеллекта. Всего у нас пять основных задач проекта, первая из которых – это полностью продумать проект и реализовать use-case диаграмму. Второй задачей проекта являлось начальное изучение джанга по книге Бронова. На третьем этапе наша задача заключалась в том, чтобы изучить библиотеку Keras для работы с нейронными сетями, изучить интерфейсы IHAP и подобные интерфейсы для работы с акциями. И пятая заключительная задача проекта являлась реализация обработки раз запросов джанга, а именно get-запросов, и создание свагера для нашего проекта. Основные этапы работы, ход работы. Прогнозирование акций состоит из двух этапов. Обучение нейронной сети и, соответственно, на основе уже полученных зависимостей выдавать прогноз на день, на неделю, на месяц вперед. На данном скриншоте вы можете увидеть процесс обучения нейронной сети. Здесь 25 поколений, и в каждом поколении, каждое поколение лучше предыдущего. То есть лучшие интеллекты предыдущих поколений используются для обучения следующего. На данном графике вы можете увидеть пример прогнозирования цены для Apple акций. Здесь синим цветом показаны исторические данные, исторические цены. На акции с желтым цветом представлены прогнозируемые, то есть цены, которые предсказывает наш искусственный интеллект, а также красным цветом реальные даты в реальные цены в данный момент времени. Также вы можете посмотреть на прогноз для акций Яндекса. Здесь также черным цветом показаны исторические данные, а зеленым цветом показаны предсказанные цены нашим искусственным интеллектом. Теперь перейдем к свагеру проекта. Свагер это буквально документация проекта, то есть с его помощью вы можете понять, как он функционирует изнутри. Справа вы видите три вида запросов, получаемых сервером, а именно GET, POST и PUT запрос. Основной, конечно же, запрос это GET. Первый запрос получается на основной странице проекта, а именно топ-5 акций фондового рынка. И второй запрос это уже отправка данных на серверах с последующим получением конечной цены. То есть в эти данные входит начальная цена, то есть цена, с которой обучается нейронка. Конечная цена, которая задана текущей датой. И цена, до которой вы хотели бы узнать цену. Также ее указываете сами. Примерно так выглядит главная страница нашего проекта. Это 5 акций фондового рынка. И 5 кликабельных кнопок. Яндекс, Майкрософт, Фейсбук, Нетфликс и Амазон. При клике на одну из кнопок вы попадаете на данную страницу. Здесь представлен Майкрософт и под ним 3 кнопки. До начала. Конечная дата. И момент, до которого вы хотели бы просчитывать цену. После отправки вашего запроса, сервер вводит данную страницу, на которую вы получаете уже конечную цену одной акции, выбранной вами компанией на момент времени, который вы выбрали до этого. В данном видеоролике вы можете увидеть на примере, как работает наш проект. Продолжение следует... По данным QR-кодам вы можете получить информацию о нашем проекте. То есть, левый QR-код ведет на страницу GitHub, где вы можете посмотреть весь исходный код. Если вы перейдете по правому QR-коду, вы можете протестировать наш Swagger. Спасибо за внимание. Проект выполняли... Научный руководитель Чудновец Иван Владимирович.